Новокольный Дня Праг Лялоева – место историческое. В 1943-м тут разгорнулося наступление Червоной Армии, которое, увы, никуда привело до вызволения значительной частки территории Беларуси. Миновито в этих местах на высоком Беразираке всё лето разместился международный молодёжный лагерь славянской молоди «Дружба-2015». И не выпадково, что первое офицейное мероприемство, которое тут проводится, у складания вянков до помника загинавшим воинам-вызволителям. У братской могилы останки 690 червона армейцев, за маль 10 тысяч, які загинули подчас боёв на территории Луевского района. Увоголі доудзелу у палаточным лагері рыхтавауся як примаючий бок беларусы, так і гості. Российскую Федерацію в гэтым годзе представляють 100 чоловек з Бранской, Орловской і Курской областей. Дарэше кожный восьмый з их у лагері славянской дружбы у першыню. Идеи этого форума несли в себе в первую очередь дружбу народов, и поэтому то, что они едут сюда, это на самом деле большая честь для них представлять собственную страну. И плюс это возможно для коммуникации с братскими народами, с Республикой Беларусь. Всегда к нам ездили, конечно же, и Украина, но в этом году, к сожалению, её с нами нет. Гэта напевно можна лічыць символічным. Сё літа міжнародный лагер славянской молодзі пачаў работу ў Дзень Славян. Свята якоя затверджана пасля распаду Савецкага Саюза з мэтай захавання шматвяковых і старышных сувязяў. Яго работа закончыцца напярэда дні Дня Молодзі. Паміж імі насычаная і разнастайная программа. Конкурсы пісні і танцав, работа горада Майстроў, выбары міс і містара дружба 2015. Организаторы запэўниваюць, сумаваць часу не будзе. Позитив такой, как бы, и музыка эта вся играющая, всё-таки радосная, то есть дружба действительно царит здесь. Сирот основных задач Молодзёжного палаточного лагера – узмацнение сяброўских сувязел, развитё лидерскіх якостёў і организаторскіх здольностёў молодых людзей, популярызация націянальніх культур і удоскональвання форм работы Молодзёжных объяднанўў. Дарэшы, не гледзэчы на адсутнасть працтавніков Украіны, стяг гэтай рэспубликі так сама уздымаецца на флагштоку. Удзельнікі мероприемства спадзяюцца, што ў будучым працтавнікі трёх славянскіх народаў знов будуть разам. Дарэшы, праграмма работы лагера прадугледжвая обавязковае правядзення круглых столов па пытаннях організацій далейшага Молодзёжныха супрацовніцтва. Планотворное сатрудничество, и мы будем продолжать в этом ключе, и в том числе на этом мероприятие будет проведён круглый стол с участием представителей всей делегации, на котором будут достигнуты новые договорённости.